Погрузка бронетехники. Россия начала возвращать свои войска к пунктам постоянного базирования. Это может свидетельствовать о своеобразной деэскалации конфликта, считают наблюдатели. И хотя в Минобороны назвали происходящее всего лишь учениями, многие сразу отметили, от места учений до российско-украинской границы в каких-то 200 километров. Появились какие-то наметки к диалогу Москвы и Вашингтона. И, собственно, это говорит о том, что вся военная эскалация, все это наращивание агрессивной риторики было, прежде всего, адресовано на Западе. А на Западе, прежде всего, новому президенту США. Это было такое приглашение к диалогу с позицией силы. И второй адресат, конечно, Украина. Группировки российских военных заметили в Крыму и окрестностях Воронежа. Западные лидеры призвали Кремль отвезти войска. А украинский президент Владимир Зеленский предложил встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Российский лидер ответил спустя несколько дней. На встрече с другим президентом Лукашенко. По мнению Путина, обсуждать военный конфликт Киев должен с главами непризнанных ДНР и ЛНР. А вот для решения других вопросов можно встретиться и в Москве. Президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений. Мы будем это только приветствовать. Примечательно, что ни одна из сторон не предложила Минск для переговоров. Хотя именно там были заключены соглашения при участии Германии и Франции, позже получившие наименование Нормандской четверки. Но и во встрече в Москве или Донбассе по предложению российского и украинского президентов мало кто из наблюдателей верит. Это обмен двумя, в общем-то, заведомо неисполнимыми предложениями. Из которых приглашение в Москву, конечно, несколько более, ну, скажем так, реалистично, просто потому что они несколько более рутинно, стандартно. Президент одной страны едет в столицу другой страны. Это гораздо более рутинно, чем встречаться в окопах на линии фронта с одной из воюющих статусов. Некоторые эксперты считают, рассчитывать на двухстороннюю встречу президентов России и Украины вообще не стоит. Слишком разные и непримиримые позиции у этих двух сторон. Потому что непонятно, какая может быть повестка у этого разговора. Потому что, ну, учитывая позицию Путина, да, и позицию Зеленского, которые смотрят совершенно по-разному на донбасский конфликт, ну, и менять свою позицию они тоже не собираются. То есть непонятно, о чем он в данном случае разговаривает, поскольку это, как бы, ну, в данный момент ключевой вопрос. Россия отводит войска и смягчает риторику в преддверии возможной встречи Владимира Путина и Джо Байдена, считают многие эксперты. Но о полной разрядке в отношениях Москвы и Киева говорить не приходится. Минские соглашения зашли в тупик. Новой площадки для переговоров нет. А значит, в любой момент стороны могут вернуться в бряцание оружием.